Как говорил один дядя, должно быть плюрализм мнений. И одно из сегодняшних мнений представитель это национально-освободительное движение Умрихин Николай. Давайте послушаем национально-освободительное движение. Это иное мнение, но тем не менее оно имеет место быть. Здравствуйте, горожане. Национально-освободительное движение с 91-го года говорит о том, что мы находимся в оккупации. Нам не дают слова, нас закрикивают на митингах, но мы все-таки говорим. В 91-м году страна попала под оккупацию и с этого момента все ухудшается. Все вот эти следствия, ЖКХ тарифы, пенсионная реформа, это все следствия. А причина в нашей колониальной конституции с 93-го года, которую мы ошиблись и подписали. Мы ошиблись, надо это исправить. Статья 15 пункт 4 и 13 пункт 2. Никому не верьте, возьмите конституцию и почитайте. Только смене конституции, общенародным референдумом мы сможем победить эту власть, которая нам навязана англосаксами. Вот, посмотрите, люди, нас просто закрикивают, не дают слова ни в где, ни на телевидении. Только национально-освободительное движение может сделать нашу жизнь нормальной и процветающей. Подходите, мы сейчас будем раздавать газеты. Все сюда. Друзья, ну это тоже точка зрения, это тоже какое-то движение, они тоже имеют право на существование, правильно? Мы должны быть сбалансированным обществом. И поэтому мы предлагаем выступать и НОДУ, и всем остальным здесь на наших митингах. С тем, чтобы вы имели право на выбор, потому что это важно. Важно иметь свой выбор и осознанный. И поэтому, друзья, когда у нас будут следующие выборы, делайте свой осознанный выбор, агитируйте за своего кандидата и дай Бог, чтобы мы жили в нормальном обществе.